МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Людмила Улихина. Сегодня в программе. Ветераны афганской войны награждены медалями в честь Дня Победы. Крупную партию Донской сельди изъяли сотрудники полиции во время операции Путина. Финал Кубка Победы по футболу. Сегодня в Азове прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Руководители организаций и предприятий города чествовали своих бывших сотрудников, которые в 40-е годы защищали нашу Родину от фашистских захватчиков. Сегодня, накануне Дня Победы, в городе прошли праздничные мероприятия. В Малом зале Городского дворца культуры состоялась традиционная встреча ветеранов городского здравоохранения. Многие из них начали трудовой путь еще подростками, своей работой в тылу, приближая Победу. Как, например, Валентина Литау, которая вместе с мамой и бабушкой связали сотни варежек для фронтовиков. А в мирное время проработала операционной медсестрой, ассистировала хирургу Василию Кандаурову. Собравшихся поздравили председатель Совета ветеранов здравоохранения Надежда Иванова и заместитель главного врача Центральной городской больницы Ростислав Юркевич. Самые светлые дни, которые наступают, и погода этому всегда способствует. На нашей Донской и Азовской земле одной простой вещи. Это 9 мая. Мы благодарим своих учителей о том, что они нам дали знания. Мы благодарим вас, что вы дали знания. Праздничную атмосферу создали артисты ансамбля ветеранов здравоохранения. Еще одна встреча была организована для школьников. Ребята с интересом приняли участие в этом мероприятии, познакомились с кадрами военной фотохроники и послушали рассказы о подвигах земляков, среди которых было немало защитников Крыма и Севастополя. Еще одна из наших героинь. К сожалению, ее уже сегодня нет с нами. Маша Побегайлова. Здесь Мария Побегайлова была тяжело ранена в голову и в плечо. Но свою радиосанкцию она не оставила. Но есть история нашей страны, а есть история Великой Отечественной войны. Ребята, эту историю или историю у нас плохо изучается, потому что у нас плохие учебники. Президент об этом неоднократно говорил. И уже сейчас он поручил написать новый учебник о нашей стране. Вот представьте себе, что в других странах эти учебники еще хуже, чем у нас. Намного хуже. Представьте себе, что японцы считают, что ядерные бомбы над ними взорвали в августе 45-го года. Русские, что-то русские взорвали над ними их бомбы. Они не знают, что это американцы. Вот как можно историю извратить. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Людмила Улихина, Азов. Более 100 медалей в канун Дня Победы были вручены сегодня ветеранам Афганистана в честь 25-летия вывода войск из этой страны. Наши корреспонденты продолжат тему. Знаменательно, что в канун Дня Победы 105 юбилейных медалей, посвященных 25-летию вывода советских войск из Афганистана, вручили участникам этих событий. Для каждого из присутствующих на торжестве это знаковое событие, ведь после неизвестной войны прошло 25 лет. Ну, это памятная награда, потому что она заключает возраст, тот, который прошел после того, что это было. Напоминает нам пихорячие дни, которые закончились наконец-то. Ну, просто память. Валентина Сыраж, Людмила Улихина, Азов.Инфо Крупную партию Донской Сельди изъяли сотрудники полиции во время операции «Путина», которая проводится отделом по борьбе с экономическими преступлениями с 1 апреля. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий было изъято лодка, трактор с сетей около 300 метров, а также рыбы сель Донской порядка 800 штук. В настоящее время зарегистрирован материал проверки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В отношении лиц, причастных к данным деяниям. Наказание будет выноситься в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации. В настоящее время в их действиях усматриваются три знаки состава преступления, предусмотренного статьей 256 Уголовного кодекса «Браконьерство». В городском спорткомплексе прошли соревнования по плаванию, посвященные Дню Победы. Подробности у наших корреспондентов. В спортивной школе номер 9 состоялось первенство Азова по плаванию, посвященное памяти ветерана Великой Отечественной войны, кавалера трех орденов славы Ивана Ярового. Около ста спортсменов приняли участие в турнире. Пловцам предстояло преодолеть две дистанции – 200 метров комплексное плавание и 100 метров, используя различные техники по выбору – бутерфляй, брас на спине или вольный стиль. Дистанции сложные, дистанции есть и сложные, есть и обязательные, есть по выбору. Ребенок сам определяет, что ему лучше, как он лучше, пробует себя. Те дети, которые еще не выступали в соревнованиях, но которым это предстоит, это первый шаг на пути к взрослым большим соревнованиям. Тут они себя пробуют, проверяют, решают, что могут, что не могут. Сами определяются в выборе того или иного вида плавания. Занятия плаванием улучшают обмен веществ и кровообращения, укрепляют сердце, сосуды и легкие, развивают мышцы, избавляют от многих болезней, положительно влияют на нервную систему. Для занятий этим видом спорта практически нет противопоказаний. Плавание – это один из самых гармоничных видов спорта. Развиваются абсолютно все группы мышц, влияют на органы дыхания, на внутренние органы. И нет такого, я считаю, что показаний для плавания просто не существует. Тем более существует у нас, при нашем постели есть не только спортивные, а еще и оздоровительные, где дети помимо спортивного наклона получают еще и оздоровление. Мой лучший результат показал Полуян Владислав, который выиграл сразу две золотые медали в комплексном плавании и в вольном стиле. Олеся Слинько, Александр Истомин, Азов.Инфо. И в заключении программы репортаж о финале Кубка Победы по футболу. 6 мая состоялся финал Кубка Победы по футболу среди любительских команд. В перерыве для поклонников футбола было проведено несколько конкурсов. Победителей наградили ценными призами. Такое нововведение обещает стать приятной традицией. Это будут разыгрываться различные спортивные вещи для того, чтобы вернуть на стадион болельщиков людей, которые любят спорт, которые болеют за футбол. От качества игры напрямую зависит и количество болельщиков на трибунах. Президент Федерации футбола города Азова Владимир Влазнев считает, что необходимо повышать профессиональный уровень спортсменов. У Азова очень такая славная история. У нас много известных игроков. Это и Юрий Ковтун, это и Галайба, это и много игроков, которые играли в высшей лиге, в первой лиге СССР, российского чемпионата. И, естественно, на том уровне, на котором находится сейчас наш футбол, это не его место. Его нужно выводить на более высокий уровень. Со счетом 2-1 победила команда «Дюсша-3». Молодым спортсменам удалось обыграть более опытных соперников. Вот это была самая сложная игра, потому что в этой команде все опытные. Тут половина машиностроителя играет. Они всю жизнь проиграли на чемпионат Ростовской области по высшей лиге. А у нас, пацаны, все 1998-1997 год. Вот это было самое трудное, наверное. В конце мая состоится чемпионат города Азова по футболу среди любительских команд. Александр Истомин, Олеся Слонько, Игорь Скуднов, Азов.Инфо. Это все новости на сегодня. После Азов.Инфо смотрите программу Владимира Фоменко «Голос минувшего» о событиях Великой Отечественной войны на территории Павла-Чаковской косы. Ну а редакция 5-го канала поздравляет всех с наступающим Днем Победы. Это праздник со слезами на глазах, память о великом подвиге русских солдат, которые подарили нам самое ценное в жизни – мир. Не забывать и чтить ветеранов войны, толк каждого из нас. Мира и добра вам всем. До свидания, все вам. 9 мая ожидается ясная солнечная погода. Температура воздуха днем плюс 15-20, ночью плюс 8-11. Ветер восточный 5-7 метров в секунду. Влажность воздуха 40%. Атмосферное давление 756 миллиметров тутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова